Сильный грохот и последовавший за ним взрыв полночь разбудил жителей улицы Аль-Фараби. Спустя несколько минут окрестностей осветил высокий столб пламени. Это загорелся местный газопровод. Как позже выяснили, прибывшие по вызову полицейские на пересечении улицы Аль-Фараби Юсупова столкнулись джип Toyota Land Cruiser и легковая автомашина Toyota Camry. Свидетели происшествия рассказали, Camry выехала с второстепенной улицы и протаранила внедорожник, двигавшийся по главной дороге. От сильного удара джип несколько раз перевернулся и влетел в частный двор, по дороге задев газопровод. Два пожарных. На месте дорожно-транспортного происшествия погибли водители автомашины Land Cruiser 1972 года рождения, а также его супруга 1981 года рождения. Сын погибшей супружеской пары 2011 года, тоже который находился в автомашине, на момент ДТП, доставлен с различными травмами в реанимационное отделение больницы скорой помощи. Сам же виновник дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Toyota Camry после совершения смертельного дорожно-транспортного происшествия скрылся в неизвестном направлении. Ребенка врачи скорой помощи в критическом предогональном состоянии доставили областную детскую больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, открытую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и разрыв печени. Уже через несколько минут после поступления мальчика в больницу к лечению приступили лучшие специалисты области. У нас есть принцип золотой час. В течение часа мы собирали всех специалистов, нейрохирургов, травматологов, хирургов, невропатологов, ахулистов и сделали операцию. Остановили кровотечение, сделали санация, перевязка конечностей. Но удивлению все-таки есть маленькие дети, у них адаптационный период это хороший. Несмотря на то все, что ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии, гемоглобин было 60, большой кровь потеря. На сегодня ребенок к себе пришел. Скрывшийся с места ДТП водитель Тойоты Камри спустя два часа явился с повинной в полицию. В настоящее время он арестован. Полицейские назначили несколько экспертиз и ведут досудебные расследования по статье 345 части 4 уголовного кодекса республики. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами. Даня Архудайбергенов, Ганни Бектемисов, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании «Отрар».